Открытый урок Родители не могут быть круглосуточно со своими детьми. Как ни крути, практически вторым домом детям становится их школа или детский сад – учреждение дополнительного образования. Как проходит день ребенка вдали от родительских глаз? Какое он получает образование и в каких условиях? Ответы на эти вопросы дают ежегодные публичные доклады руководителей учебных заведений. Сейчас как раз такой доклад начинается в Свердловской детской школе искусств. Давайте понаблюдаем. Это прежде всего аналитический публичный документ в форме периодического отчета. Куда направились средства, какие новые музыкальные инструменты были закуплены, как школа искусств развивает экспериментальную деятельность. Все эти нюансы действительно важно знать родителям. Поэтому внимательные взгляды и вопросы. Публичный доклад о деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году проливает свет на интересующие родителей темы. Тут показывается и образовательная деятельность учреждения, достижение творческой деятельности, концертной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности. Мы приобрели два дорогих инструмента. В отчетный период мы можем гордиться нашей выпускницей, теплошовой Аленой, которая получила именную стипендию губернатора Московской области. Так на собрании речь идет и о повседневной работе школы. Татьяна Анджапоридзе напоминает, в школе 29 педагогов. Они обучают почти 300 детей. Показатель хорошей работы – участие и победы в конкурсах. В этом году обладателей дипломов больше 150. Информацию обо всех мероприятиях школы всегда можно найти на сайте. Он признан сайтом высокого уровня и вошел в общероссийский рейтинг. Важная информация для родителей – это также финансовая отчетность, развитие материально-технической базы. Эти доклады говорят о том, что сделали наши дети в период их обучения. Ну и все самое лучшее, конечно, можно узнать, естественно, на этих докладах. Что ж, мы решили наглядно убедиться в эффективности работы с Вердловской ДШИ и заглянули в школу в один из других дней. Здесь действительно кипит жизнь. Я хожу на три отделения в школу искусств. Это очень интересно. И развиваюсь не только в учебе, чтобы были дополнительные какие-то занятия. Музыка, она прекрасна, мне она очень нравится. И причем я хожу не только для того, чтобы потом пойти в какой-нибудь музыкальный вуз, а просто для общего развития. Мне тут нравится очень преподавателей, тут очень интересно рисовать. Такая хорошая атмосфера, и рисовать очень приятно. И тут у меня очень хорошие одноклассники. Здесь интересно, у нас хорошие педагоги, и очень весело. Мы любим танцевать! А пока дети занимаются, планы развития школы обсуждает управляющий совет. Это форма общественно-государственного управления. В совет входит не только педагогическая общественность, специалисты комитета, но и родители. Поэтому курс развития школы искусств – это открытый и обсуждаемый процесс. Это уже пятое заседание совета в этом учебном году. Очень важно участие родителей в праздничной школе, так как это частичка жизни моего ребенка. Я должна знать, где обучается мой ребенок, какие преподаватели, какие-то достижения, какие проблемы. Но вернемся к отчету. Это действительно важно – дать представление о том, чем и как живет школа, какие знания получают ее ученики. На наш взгляд, такая форма взаимодействия себя оправдывает, делая процесс обучения максимально открытым и понятным. Напоминаем, что с полной версией доклада можно ознакомиться на официальном сайте учреждения. Не всем нам довелось поучиться в новых школах, только-только построенных со свежим ремонтом и современными классами. В микрорайоне Лукино-Варина 1 сентября открылась именно такая школа-новостройка. Мы уже приезжали сюда, но тогда здесь не хватало самого главного. Присутствие детей. Но сегодня все изменилось. Ребята, привет! Скажите, пожалуйста, как вам ваша новая школа? Все просто супер! Все хорошо! Сколько эмоций! Мы тоже хотим зарядиться такой энергией. Приглашаем мы наших телезрителей на небольшую экскурсию по школе. Что здесь особенного и уникального? Об этом обязательно расскажем чуть позже. А пока общие сведения. Школа рассчитана на 1200 учеников. Сейчас учеников у нас 587. Но строительство большое ведется вокруг. Поэтому, в принципе, мы так думаем, что в течение года-двух мы заполнимся полностью и будем работать в полной мощности. Прошло не так много времени после последней нашей встречи. А уже школа зажила своей школьной, нормальной, традиционной жизнью. Уже на переменах слышен звонкий детский смех. А что же на уроках? Мы точно знаем. Даже самым современнейшим оборудованием иных детей и даже родителей не удивить. Все это, разумеется, на месте. Зато школы придумывают все новые способы развивающих занятий и досуга для ребят. В Лукину Варина, например, есть своя телестудия. Посмотрим, как юные таланты справляются с нашей профессией. Здравствуйте, меня зовут Ася Мкаркучан и моя мечта стать сверху телеведущей на канале «Россия». Мне очень нравится снимать всякие видео. Я раньше снимала очень много видео, но на телефон. Чему ты уже успела научиться, как? Я научилась, как правильно снимать, как говорить правильно в кадре. Что ж, оставим юных телезвезд и пойдем дальше. Вне урочка в школе тоже интересная. Вот, к примеру, урок лего-конструирования. У нас лего и мы строим военную базу. Включают экспонаты. Здесь проходят патриотические уроки. А мы двигаемся дальше. На пути зал хореографии. Здесь танцуют все. И мальчишки, и девчонки. Раз, два, три, четыре. Нравятся занятия? Да. А чем? Ну, они как бы хорошие для жизни помогут. Песни петь на танцах. Научилась хороводы водить. У нас очень добрая учительница и очень красивая и хорошая школа и дружная. Ладно, ребятки, продолжайте танцевать. У нас впереди дело посерьезнее. Отправляемся в трудовую мастерскую, в класс настоящих мужчин. Я делаю разделочную доску. Я хочу ее подарить маме на день рождения, потому что я ее делаю сам, и она для меня, чтобы отличалась, я ее буду выжигать на ней и потом покрою ее лаком. Я делаю выпиливание лобзиком в настольную доску. Она пригодится в хозяйстве для, например, нарезывания хлеба. Это все пригодится в будущем. То, что каждый мужчина должен уметь выпиливать и срыгать. Первые полгода работаем с древесиной, потом переходим работать на металл. Токарный металл, резный станок. На нем можно вытачивать детали из металла, терминусской формы. Можно резьбу нарезать. Вот здесь стирный металл. Опять же, можем свелить металл, такие дерева можем свелить. Ну и, чтобы точить ножи рубанков, чтобы точить, вообще, может, топор там. Можем заточить. Вот у нас есть там станки, штуфование группы. Наверное, устанут ребята. Зато свои шедевры смогут подарить не только мамам, но и девчонкам-хозяйкам взамен на шикарное угощение. Мы очень дружный класс, хороший коллектив, поэтому у нас всегда вот все получается. Мы приготовили слойки, а внутри разные начинки. Например, вот мы положили шоколад и сгущенку. Нет слов, очень все вкусно. Прям хорошо все готово. Пальчики оближешь. Действительно, очень вкусно. Прям тает во рту. У меня попалось шоколадное. Молодцы, девочки. Ну как вам, понравилось учиться в новой школе? Нам однозначно да. Я такой хорошенький, зелененький, мальчишка. Если только захочу, всех дорожкам уго. Наша школа супер! Ура! Добрый день! Меня вот интересует, что в школе предлагают платные услуги, и хотелось бы узнать об этом поподробнее. Платные образовательные услуги может оказывать любое образовательное учреждение согласно своего устава. Документы, которые необходимы родителям, запомнили для предоставления таких услуг. Это договор прежде всего. Займение. Все платные услуги предоставляются согласно желанию родителя. Тарифы на предоставление платных услуг утверждаются администрацией нашего района. Платные образовательные услуги не могут предоставляться в счет основных образовательных программ. И это родители должны знать. Перечень платных образовательных услуг есть на каждом сайте учреждения. Родители могут обращаться в налоговую инспекцию на налоговый вычет социальный. И тогда им возвращается 13% стоимости этих услуг по договору. Сегодня появляется еще одна возможность оплаты таких услуг. Это материнский капитал. Скажите, пожалуйста, как осуществляется конкурс на прием детей в 10 класс? При наборе в профильные классы мы обращаем внимание на рейтинг аттестата, на результаты государственной итоговой аттестации, а также на личные успехи учащихся в олимпиадном движении, в интеллектуальных конкурсах и творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях, которые должны быть отражены в портфолио учащихся. Ну и, конечно, главное внимание на желание и мотивацию самого учащихся обучаться в старшей школе. Наступает время низких температур, поэтому как бы надо предусмотреть то, чтобы одежда у ребенка во время прогулок не допускала переохлаждения. Вот осенью, как только у нас ударят первые морозы, на водоемах появляется лед. А тонкий лед очень опасен. Выход на лед запрещен. И на это надо обращать внимание и родителей, и обучающихся. Она вошла в список лучших учителей России. Она лауреат именной премии губернатора, педагог года 2009, обладатель ряда почетных грамот и благодатственных писем в сфере образования. Герой нашей сегодняшней рубрики «Личность в образовании» учитель начальных классов 8-й школы Наталья Захарова. И сейчас мы отправляемся на ее урок. Пробел убираем, лучше представляем. Первая учительница. Дети запоминают ее навсегда. Она, как вторая мама, поможет и подскажет. И при этом вложит такие важные знания. Вот и Наталья Захарова решила связать свою жизнь со школой, глядя на первого учителя. Я выросла в Щелкове и училась в Щелковской школе номер один. Вот таким эталоном учителя для меня стал моя классная руководитель Данила Ивановна Елена Александровна. Это тот человек, который отдавал себя нам, детям, в общем-то, чужим детям абсолютно все. Сейчас уже с нее берут пример. Сейчас она направляет юные сердца. Наталья Николаевна уже 28 лет работает педагогом. Закончила педучилище и педагогический институт. Первый учительский опыт приобрела еще в 19. С годами ее уверенность в правильности выбора профессии только растет. Возрастом понимаешь, что ты, как взрослый человек, можешь дать им гораздо больше. Именно потому, что ты смотришь на них уже совсем другими глазами. И чем ты старше становишься, тем больше ты каждого из них воспринимаешь как своего родного и любимого. Наталья Николаевна видит в ребенке не сколько ученика, сколько личность. Причем личность в перспективе. Ту, в которой ребенок может развиться, если приложить к этому определенные усилия. И она вовлекает в этот процесс и самого ребенка, и родителей. Наталья Николаевна отличает такие личностные и профессиональные качества, как заинтересованность в конечном результате, ответственность, творческое отношение к труду и, конечно же, высокий уровень профессиональной активности. Будучи заучием начальной школы, она делится своим опытом с коллегами, вносит новое волну, изучает методики, инновационные технологии. И она еще и чуткий, добрый человек. К ней всегда можно обратиться за советом и по личному вопросу, и по профессиональному вопросу. Я работаю с ребятами Натальи Николаевны. Действительно, ребята, которые стараются достичь многого. И, наверное, я думаю, что у них многое получится, потому что это вложила в них Наталья Николаевна. И этот человек останется у них в сердцах на всю жизнь. В восьмой школе учитель начальных классов трудится с 2004-го. Сейчас ведет уже четвертый по счету класс. Кроме этого, она заместитель директора, имеет множество грамот и поощрений. Недавно вошла в список лучших учителей России. Завоевывать награды легко, ведь быть учителем, значит, не только учить, но и самой постоянно учиться и развиваться. Профессия сама по себе не скучная в плане именно профессиональной деятельности, вот работы с детьми, да, ну и своего собственного роста. В школе создана вообще удивительная обстановка, когда все учителя стремятся вперед и вверх. Наталья Николаевна очень профессиональный учитель. К каждому из нас у нее индивидуальный подход. Мы всегда чувствуем заботу и внимание нашего педагога. Мы часто проходим новые темы, вот очень интересно, очень много узнаем. С пультами мы занимаемся, у нас электронная доска есть, с компьютерами мы занимаемся. Я поменяла три класса, но Наталья Николаевна мне как бы нравится больше всех учителей. Она добрая, справедливая, она во всем помогает. Домашние понимают, какую сложную профессию выбрала Наталья и всегда поддерживают любимую жену и маму. Это, наверное, наивысшая профессия в нашей жизни, то есть готовить детей, учить этих самых маленьких. Периодически заполняем журнал, электронный, помогаем. Поэтому тут делаться некуда, потому что она встает в школе, а там само собой приходит нагрузка очень большая. Мама подает очень хороший пример. Мама как бы научила готовить и даже убираться, скажем так, ну как с головой, в общем все делать. Когда-то Наталья и Александр познакомились благодаря общему спортивному увлечению, а сейчас волейбол – хобби всей семьи. Есть у Захаровых еще одна семейная традиция – каждое воскресенье в любую погоду они отправляются в лес в поход выходного дня. Наверное, такая активность и позитивный настрой и есть залог счастливой жизни и неиссякаемой энергии в профессии. Рождаются дети не с пустыми руками. Каждый из них несет с собой подарок для людей, нынешних и будущих. Они рождаются, чтобы создавать и творить. Мое предназначение учителя – помочь им раскрыться. Лучик сияет победами. Щелковский детский сад номер 63 стал лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад». Учреждение вошло в десятку лучших, оставив далеко позади всех конкурентов. А ведь всего на это звание претендовали более двух тысяч детских садов. Сегодня мы приехали в «Лучик» и посмотрим, как его педагогам удалось достичь столь высоких результатов. Детский сад «Лучик» открыл свои двери еще в 1980 году, но очень активно развивается именно в последние годы. Уже семь лет садик является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования. Так что успехи в конкурсах неудивительны. В критериях по оцениванию показателей это прежде всего достижения педагогов, детей, родителей. Достижения, несомненно, высокие. В рамках экспериментальной деятельности реализовано уже несколько проектов. Самый первый – это внедрение здоровьесберегающих технологий. Основная аудитория – ребятки с нарушением зрения. На этом задании мы с детьми выполняем на развитие стереоскопического зрения, чтобы у них развивалось бинокулярное зрение, то есть двумя глазками видели одну картинку. И также развитие межполушарного взаимодействия. Я мозаику делаю, планету из мозаики. Еще один реализованный проект звучит как социальное партнерство семьи и детского сада. И совсем недавно вступил в силу проект «Миры детства. Конструирование возможностей». За всеми сложными определениями – главная суть. Ребенок воспитывается всесторонне – и в семье, и в детском саду. Реализовывать в ГОС нужно найти разные подходы. Вот наша программа предлагает взаимодействие с семьей. Вообще в закон об образовании обязательно появились новые положения. Если раньше родители имели право, обязанности, то сейчас нанесут непосредственно ответственность за развитие собственного ребенка. Мы являемся только им помощниками. Такое дидактическое пособие, как детский календарь, которое является таким связующим звеном работы семьи над развитием ребенка и работы детского сада. Потому что наш образовательный процесс строится на тех продуктах детской деятельности, которые они сделали дома с мамой. Мы решили посмотреть, как же федеральный стандарт выглядит на практике. Он в повседневной качественной работе педагогов, в улыбках и заинтересованных глазах детей. Мне нравится узнавать новое что-нибудь. Воспитатели у меня добрые, хорошие, еще помогают нам. Мне нравится приносить свои игрушки и рисовать. И еще мне нравится обедать со своими друзьями. И еще ходить на физкультуру. Мне нравится в садике играть, заливаться. Я обычно тренирую. Играем, гуляем. Занятия у нас проходят. К примеру, такие развивающие занятия. Ребята ставят опыты и создают панно в рамках работы по детскому календарю. Мы сегодня смотрим на Лёвиной, очищаем водичку. Интересно играть в игрушки. Интересный слой, что-нибудь из кубиков. Это у нас картина Мидерморта. Мы сделали все из пластилина разноцветного. Работает в детском садике и кабинет логопеда, где ребята развивают речь. Я учусь говорить разные буквы. Звуки. Да. А какой самый сложный звук? Р. На наш взгляд, детский сад заслуженно вошел в десятку лучших в регионе. Передовыми методическими наработками Лучик делится и с коллегами в районе, вовлекая их в инновационную деятельность. И продолжает стремиться к новым успехам. Мы очень рады, что уделили внимание нашей победе. И хочется сказать, что в нашем районе очень много достойных садов, достойных педагогов, которые также в своих садах творят то положительное, что мы делаем ради наших детей. Поэтому хочется всем пожелать больше успехов, больше позитива, больше возможностей, которые мы можем дать нашим детям. Вы смотрели программу «Открытый урок». Напоминаем, новые выпуски выходят в эфир дважды в месяц по пятницам в 9 часов вечера. Не пропустите следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова